Подведены итоги всероссийского конкурса «Семья года», который в этом году проводился уже в шестой раз. В 2021 году это 85 семей из 85 субъектов Российской Федерации. В номинации «Золотая семья» победителем от Республики Адыгея стали супруги из поселка Майске Скрипниченко Владимир Павлович и Екатерина Николаевна. За плечами у Владимира и Екатерины 55 лет супружеской жизни. Познакомились они в студенческие годы. Она тогда училась на третьем курсе в Армавирском ПЭТ-институте, а он в Лобинском техникуме. Совместный путь семейной жизни начали спустя год после знакомства. Родилась я в Краснодарском крае, в Отрадинском районе, в село Родь. А он родился в совхоз Чехрак Кашкабрского района. Он у нас местный из них. Поступила в Армавирский эпид-институт. Когда там училась, на третьем курсе познакомилась с Владимиром Павловичем. Он учился в Лобинском техникуме. Ну, как раз заехала к брату в техникум, осталась там на Новый год. Ну и вот там мы с ним ближе, хотя я его знала, но ближе познакомились немножко. Танцы он мне подвел к елке и сказал, отдал нам мне вот эту игрушку, вот этот домик. И говорит, мы построим с тобой такой дом. Ну и на самом деле, это было на Новый год, а в октябре месяце, 30 октября, мы сыграли свадьбу студенческую. Не одного, все были только его группа студентов и моя группа студентов. Поэтому свадьба была студенческая, настоящая свадьба. Также встречали женихов, также провожали, также обсыпали. То есть свадьба была в самом институте, в аудитории. Ну, молодежные, красивые, и мы были молодые, красивые. Вон наши молодежные, вот там у нас фотография. Вот она стоит между грамотами. Вот, когда мы с ним расписались. Вот так мы с ним поженились. Затем он закончил техником, уехал по направлению Новосибирскую область. Я еще полгода проучилась. И в 67-м году я тоже уехала к нему туда, в Новосибирскую область. Там мы отработали с ним три года. Но так как сыну было не по климату, там у нас родился старший сын, но было не по климату. Родители, мать его приехала, забрала сына. Потом уже три года все-таки мы отработали и приехали сюда, на родину, Кашиховальский район. Он здесь устроился вначале в совхоз завод «Элит» инженером, а я в школу, преподавать математику. Там, хотя я была молодым специалистом, но меня сразу поставили завучем школы. Ну вот, в Новосибирском там. Была я даже там, в этом Новосибирском академгородке на курсы ездила, видела, уже познакомилась. Ну а здесь вначале работала в вечерней школе, потом в дневной школе, потом в каком-то промежутке работала методистом РНО и в школе также продолжала работать. Открыла класс здесь по компьютерам. Тогда у нас совхоз был миллионер, выделил нам деньги. Первый класс компьютерный, который был у нас в Кашиховальском районе, это в нашем поселке. Ну, была на курсах и в МГУ, в Ломоносовском. Была и в Петербурге на курсах, тоже в математике. И вот так прошла вся жизнь в этом поселке. Фундамент гармоничной семьи один. Это любовь и уважение между мамой и папой, и между родителями и детьми. Тогда все трудности можно пережить. Супруги воспитали троих детей. Сейчас у них шесть внуков. Самое главное, что нужно воспитать в детях, это понимать и прощать ошибки, приходить на выручку друг другу, сохранять и передавать из поколения в поколение семейные ценности и традиции их семьи, рассказывают супруги. Были ли у вас трудные периоды в отношениях? Между нами? Да. Между нами трудных периодов у нас не было. Мы жили и мы не замечали. Мы были поглощены работой, детьми. Главное для нас это была работа, дети. Хотя мы в это время, когда дети были, Игорь у нас был, дочь еще родилась, Таня, Света у нас родилась. Но Света у нас умерла, ей было 10 лет от лекомии, как раз когда случились вот эти чернобыльские взрывы. Мы были в этот момент, дети у нас многие здесь позаболели, в Краснодарском крае тоже. Поэтому нам некогда было. Мы были заняты работой, детьми. Отец с нами жил, племянница его тоже не по климату. Она жила в Батагае, не по климату ей было, она тоже с нами жила. Была большая семья, дружная семья. Поэтому нам некогда было ссориться. Есть ли у вас свои секреты того, как нужно воспитывать? Первое, что надо сказать, воспитание самое главное, чтобы они не были обижены. Чтобы они не чувствовали никаких тяжелых забот. Чтобы они понимали, что есть мать и отец. Чтобы старались мы с супругой постоянно, чтобы они всегда были в достатке, одеты, одеты. Почитали. Чтобы никогда не перечили. Всегда, значит, уважали старших. Не только, значит, родителей, но и всех старших, которые, вот, они с кем приходилось общаться. То есть, понимание, уважение, нравственном воспитании. Вот, держали их, как говорится, в руках. Не послабляли, лишнее, ненужное, что отрицательно бы влияло на их недальнейшую судьбу и жизни, что иногда портило молодежь, мы не позволяли. Что является залогом крепкой семьи? Ну, крепкой семьи, это есть доверие друг к другу. Самое главное, это в семье. Воспитание детей. Правильно, правильное воспитание дать детям. Вот он сказал о том, что мы не разрешали детям, чтобы они, как говорится, были свободны у них минуты. У них все, все время у детей было занято. Или музыкальной школой, или кружками, или спортивными мероприятиями. Но дети всегда были при деле. Летом этого года Чита Скрипниченко была удостоена медали общественного признания за любовь и верность. Награждение проходило в День семьи, любви и верности. И вновь заслуженная награда нашла своих героев. Владимир Павлович и Екатерина Николаевна были награждены дипломом победителя Всероссийского конкурса в номинации «Золотая семья». Пара рассказывает, что для них значит эта победа. Как вы готовились к конкурсу и что для вас значит эта победа? Можно сказать, наша подготовка – это 55 лет нашей жизни. Вот это и есть, можно назвать, подготовка к конкурсу. Не было бы всего того положительного, которое на протяжении всех 50 лет у нас сложилось, наверное, бы мы не попали в рассмотрение и местного, и регионального, и всероссийского оргкомитета конкурсу, чтобы стать золотой семьей России. И в заключении нашей беседы пожелания Скрипниченко молодым семьям. Сегодня, как никогда, каждая семья должна все-таки ценить семейные традиции, понимать о том, что семья в жизни – это самое главное. И пожелать, чтобы в каждой семье родители чувствовали любовь от детей, чтобы дети их были, чтобы заботились о счастье своих детей, чтобы думали о детях родители. А дети должны любить своих родителей, почитать своих родителей. Вот это я бы хотела, чтобы это было в каждой семье. У нас, Владимир Павлович, прошла наша семейная жизнь 55 лет. Мы сейчас вспоминаем о доме. Неужели мы на самом деле прожили уже 55 лет без всяких вот ссор, без всякого… Конфуза. Конфуза, да. Единственное, что, конечно, единственное горе у нас было, что мы потеряли дочь. А так для нас жизнь прошла очень хорошо. И родители, я считаю, воспитали нас правильно. Большое спасибо нашим родителям.